Я представляю Кыргызстан, он находится в Центральной Азии. После распада Союза в 90-х годах нас называли «Островком демократии Центральной Азии». Поскольку соседние нами страны авторитарны, это Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Китай велики. Но, к сожалению, сегодня уже наша страна превращается в «Островок страха», я бы сказал. Почему? Потому что я 10 лет занимаюсь освещением вопросов прав человека, я журналист. Я всегда восхищаюсь работой правозащитников, которые ни при каких ситуациях не опускают руки, продолжают вперед идти, работать, защищать других людей, рискуя своей жизнью, здоровьем. Я хотел рассказать, говорить от имени Азимджана Аскарова, нашего друга, коллеги, который 7 лет томится в тюрьме Кыргызстана. В 2010 году у нас власти допустили кровавую бойню, между этническим конфликт между киргизами и узбеками Кыргызстана, в котором погибло более 400 человек. Были факты, когда правительственные войска допустили захват огнестрельного автоматического оружия и бронетехники одной из сторон конфликта. Несмотря на то, что более 70% пострадавших оказались узбеками, суды приговорили к длительным пожизненному заключению, опять же, этнических узбеков. Около 90% осужденных являются узбеками. Азимджан Аскаров как раз фиксировал вот эти погромы, убийства, поджоги в узбекских кварталах и был задержан. Потом суды его осудили к пожизненному заключению. Азимджан Аскаров мог бы спастись, уйти от такой строгой ответственности, если бы он признался, что он виноват в чем-то и попросил прощения у властей. Но он, даже будучи в тюрьме, продолжает защищать людей, помогать там в тюрьме людям, которые были незаконно, несправедливо осуждены. И долгие годы борьбы привели к тому, что в 2016 году Комитет ООН по правам человека вынес решение, в котором потребовал от Кыргызстана освободить Азимджана Аскарова и выплатить компенсацию, поскольку его вина была не доказана. Это была просто месть со стороны милиционеров, которых он долгое время критиковал. Я был его редактором и редактировал его статьи, и хорошо знал этих милиционеров, которые в суде давали ложные показания против Азимджана. И суд учел вот эти все ложные показания, и одновременно они тоже мстили ему. Он критиковал и судей, и прокуроров. Азимджана Аскаров свидетельствовал, что в организации этого конфликта бойни были причастны известные политики, которые тогда сидели у власти. Поэтому власти его сейчас не хотят отпустить. После решения Комитета ООН суд пересмотрел его дело, но оставил в силе пожизненное заключение. Мы очень были рады решению Комитета ООН. Появилась у нас надежда большая, что его все-таки освободят. Но, к сожалению, оказалось, что и международные механизмы защиты прав человека сейчас дают сбой. Тут уже наступил какой-то кризис, и наши надежды пока еще остаются только надеждами. Спасибо большое. И, минуточку, секундочку, перед отъездом в Дублин я общался с ним через короткие сообщения. Он просил передать благодарности всем, кто ему помогает все эти годы, особенно Frontline Defenders, и передать, что он еще держится и надеется на вашу поддержку в дальнейшем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.